Всем привет! Сегодня немножко не в своей тематике. Хочу поделиться впечатлениями о выключателе фирмы E-Lite с технологией Слисаон. Это выключатель для умных светильников E-Lite. Ну, сейчас расскажу. Во-первых, просто впечатление. Он мне очень понравился. На самом деле, внутри лежит, собственно, выключатель. Выключатель накрыт вот такой коробочкой, чтобы не поцарапать. То есть, не пленка, а такой достаточно плотный пластик. В комплекте есть два болта для крепления его в коробку. Теперь, значит, ну есть инструкция. Инструкция у нас вот в таком виде, но, в принципе, разобраться можно. Самый выключатель. Выключатель может работать как в режиме Слисаон технологии, так и как самый обычный выключатель. Для этого нужно снять крышки. Вот сейчас я переключил, потому что у меня пока светильники не пришли. Мне его нужно включить как обычный. Вот сейчас он стоит в режиме обычного выключателя. Вот здесь под кнопками выключателя есть винтики. Вот этот винтик, это фиксирующий. Нажимаем, проворачиваем, все. Выключатель у нас перещелкнулся в технологию Слисаон для умных светильников. То есть, он делает вот так. Если сейчас поставить на него обратно крышечку. Вот, то есть, он будет просто делать вот так, отчелкивать. Остальные я оставлю в режиме обычных выключателей, потому что мне так нужнее. То есть, средний у меня будет просто выключатель, а боковые будут стоять в том режиме, для которого, собственно, я этот светильник и купил. Так, теперь по подключению. Очень интересная схема с обратной стороны. То есть, здесь, по сути, выключатель это не что иное, как три абсолютно независимых выключателя. То есть, не как традиционно мы привыкли, если он двойной, тройной, то у него общая фаза и три выхода нет. Здесь три абсолютно независимых друг от друга выключателя. Тут прорисованы схемки под каждый. Судя по инструкции, насколько я понял, он прекрасно может работать и как проходной выключатель, но нам нужна самая обычная, самая обычная выключатель классического вида. Для этого фазу я буду заводить на L без дополнительных цифр, то есть 1, 2, 3, а забирать я ее буду с L11, L21 и L31. То есть, вот эти вот 1, 2, 3, 1, 2, 3 позволят запустить тройной выключатель в режиме в самом обычном. Ну вот, в общем-то, я очень доволен. Единственное, пришлось мне на стадии ремонта, поскольку я, то я приобрел коробку специальную, квадратная коробка европейская. Она продается в магазинах, называется распределительную, не распределивая монтажная коробка для выключателей Акара. Ну, по сути, она для этого выключателя замечательно становится. Этот выключатель можно приобрести как на Алиэкспресс, собственно, так, если очень сильно не терпешь, то можно его взять и в обычном магазине. Что, в общем-то, я и сделал. Я его приобрел в обычном магазине, который называется ДНС. Вот сейчас это все будем монтировать, подключать. Коробка очень глубокая. По глубине где-то вот так вот место там легко должно остаться. То есть, можно взять клеммник и три фазы вывести еще отдельно, скоммунировать на клеммнике с обратной стороны. Ну, в общем-то, я очень доволен. Не выглядит ничего так. И, в общем-то, такой достаточно приятный пластик. Шелкает уверенно. Я думаю, что он прослужит долго. Ну, и напоследок, вот так этот выключатель смотрится на стене. Достаточно красиво, на самом деле. Вот так вот. Надпись тут, господа. Я тоже задумался, почему надпись вверх ногами. Но, дело в том, что на самом выключателе есть подписи А, Б, С. Ну, по кнопкам. И на кнопках, на клавишах есть подписи А, Б, С. Не знаю, как это видел художник, но именно А здесь, Б, С. То есть, установка, есть стрелочка еще направления вверх установки. По стрелочке оно стоит четко. Ну, вот как-то так, не знаю, китайцы. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Ставьте лайк, подписывайтесь. Не знаю, кидайте донаты, я буду очень рад. Потому что у меня очень большие амбиции по поводу умного дома. Но денег на это нет. Если кто поможет, ну, я буду счастлив. Спасибо.